А ты ещё кто такой? Оружие на землю! Оружие на землю, я сказал! Всё, всё, я... я понял! Подожди, ты... ты человек? Чёрт! Мне и так хреново сейчас! Так ещё судьба мне Шитиков компанию подослала! Повернись на меня! Чё смотришь? Укусы есть? А... нет, укусов нет. Подожди, я... Блин, да ты первый человек, которого я встретил за всё это время! Я думал, что все умерли! Ну, с тем, что все умерли, ты не угадал. Но мне с таким ранением точно недолго осталось. Тебя... укусили? Нет, можешь не переживать. Кликун меня цапнул, прежде чем я успел от него вскрыться. Кликун? А... да это мы в лагере так называемых инфицированных мутантов. Наподобие того, что сейчас гнался за тобой. Что? В лагере? Блин, да ты только вопросы задавать умеешь. Возьми стул. Сядь рядом со мной. Откуда ты вообще взялся? Я... я очнулся в больнице совсем недавно. До начала эпидемии меня доставили в госпиталь после ДТП. И кажется, всё это время я провёл в коме на аппарате жизнеобеспечения. Ну ни хрена себе. Ты чё, целый месяц в отключке валялся? Что? Прошёл целый месяц? О, дружище. Кажется, дела у тебя ещё хуже, чем... у меня. Может, я могу как-то помочь тебе? Да ничего ты уже не сделаешь. Тут нужно что-то посерьёзнее, чем бинты и жгут. А на улицу сейчас не выйти. Кликун до рассвета не уйдёт. Слушай, я могу попробовать пройти через магазин одежды и выйти у медпункта. Он находится с другой стороны карантинной зоны. Есть большие шансы, что я смогу отыскать медицинские приборы незаметно. Ты... ты думаешь, у тебя получится? Если тебе твоя жизнь недорога, можешь попытаться. Я отговаривать не буду. Привет всем, призраки! И добро пожаловать на восьмую серию выживания в зомби-апокалипсисе. Как же давно у нас не было новых серий, ребята, ну вы и сами всё знаете. Я уезжал на эти праздники и меня очень долго не было, поэтому не мог записать для вас новенький видос по нашему любимому сериалу. Сегодня, ребята, наконец-таки покажу вам, над чем я работал это время после того, как вернулся с праздников. Надеюсь, что эта серия вам понравится. Не забывайте прямо сейчас поставить лайкос, ведь следующий видосик выйдет уже как только мы наберём под этим роликом 15 тысяч лайков. Ну и, конечно же, не забывайте, ребята, досматривать видос до конца. Это очень важно. Прям максимально, ребята, важно, потому что я работаю над каждой секундой этого ролика. Конечно же, если вы вдруг ещё не сходили на кухню с завкусняшками, бегите прямо сейчас. И берите их, пока не поздно. Наливайте горячий чай. Я вам желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, те, кто ещё не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ролики, которые выходят здесь каждый день. Ну и поехали. Ладно, буду надеяться, что эта тварь сейчас сидит за этой дверью. И не сунется в те места, куда я собираюсь отправиться прямо сейчас. Первый выживший. Как это... Как это вообще может быть? В один момент мне уже показалось, что я сейчас погибну, когда эта тварь побежала за мной. Хо, хорошо, что всё обошлось. А он здесь совсем недавно, как я вижу. Ничего нет, это вещи, которые были оставлены здесь военными, скорее всего. Когда они соорудили здесь карантинную зону. Так, может в ящиках... Нет, ничего. Наверное, глупо будет пытаться отыскать здесь хоть какое-то оружие и патроны. Хотя... Можно попытаться это сделать. Так, ладно, стоит пройти здесь и... Да, это выход через магазин. Всё, теперь аккуратно. Тварь где-то очень близко. Надеюсь, что она не нападёт на меня сейчас откуда-нибудь из-за угла. Хорошо, что здесь ещё работает электричество и... Можно не использовать фонарик. По фонарику меня бы точно было легко заметить. Хух, блин. С каждым шагом всё страшнее и страшнее. Так, ладно. Вроде... Вроде никого. Тихо. Чёрт. Но где-то рядом. По-моему, как раз прямо за углом. Так, надо поторопиться. Не хватало, чтобы на этот крик сбежались ещё обычные инфицированные. Тогда мне, блин, точно кранты. Стоит ещё осматривать каждую машину скорой помощи, ведь в ней может лежать то, что мне нужно. Блин, хотя они все уже уничтожены и... Скорее всего, даже если там что-то находилось, оно уже сгорело в огне. Ладненько. Стоит осмотреть саму медчасть. Блин, я надеюсь, что она сейчас на меня не выбежит. Так, где-где... Аптечки. Ну, это аптечки первой помощи, вряд ли в них есть что-то полезное. Так, врача стоит обыскать. У него тоже могут быть полезные вещички. А где тогда мне искать медицинские приборы? Я думаю, нужен как минимум скальпель, игла для того, чтобы зашивать раны и нитка. Не помешали бы ещё какие-нибудь обезболивающие и... Средства, которыми можно будет обеззаразить его кожу. Хотя подойдёт и спирт, чтобы просто продезинфицировать, но лучше что-то специализированное. Вот оно! Да-да-да, это то, что нужно. Оно побольше, чем аптечка первой помощи. Думаю, здесь есть всё, что мне необходимо. Всё, теперь можно возвращаться. Тем же путём, аккуратненько. Главное, чтобы эта тварь сейчас не выпрыгнула на меня откуда-то с крыши. Если оно так кричит, то... Скорее всего, там что-то действительно ужасное. Всё, вперёд, вперёд, вперёд. Тачка вон моя стоит. Главное, чтобы там и оставалась. Назад тоже поеду на ней, если вдруг понадобится. Так, всё, в магазин. Фух, пронесло. Так, первая часть сделана. Теперь нужно как-то будет помочь этому мужику. Всё, готово. Фух. Эй, ты как себя чувствуешь? Да что-то нехорошо. Надо взремнуть немного. Чуть-чуть. Нет, нет, ни в коем случае не отрубайся. Сейчас. Подожди, я всё сделаю. Да я взгляну, что у тебя там. Ох, вот же ж. Дружище, я не врач, но эти раны точно нужно зашивать. Я вколю тебе обезболивающее и... Попробую что-нибудь сделать. Так. Кажется... Всё. Ты как? Жив я. Жив. Фух. Ну, значит, успел. Теперь просто лежи и старайся не дёргаться. Тебе нужен покой в ближайшее время. Если что, и да, у меня есть, и... Пару бутылок воды оставалось. Нам должно хватить этого на несколько дней. Прежде чем ты сможешь встать на ноги. Слушай. А что это всё-таки за тварь нас выжидает на улице? Фрэнсис был первый человек, которого мне удалось встретить. Я ещё не знал, получится ли у него пережить такое ранение, но надеялся на это. Следующие несколько дней я узнавал у него обо всём, что происходило в городе после начала эпидемии. День за днём. Час за часом. Он рассказал, что в городе ещё остались выжившие, которые объединились в условные группы. Он и сам жил в одной из таких групп, а здесь оказался после неудачной вылазки за припасами. Ему, кстати, повезло больше всех. Остальные участники похода, три человека, погибли. Фрэнсис рассказал, что в городе есть несколько видов заражённых. Обычные ходоки, а также мутанты. Кликун, который гнался за мной по улице, как раз мутант. Подобные твари намного умнее, сильнее и опаснее, чем обычные заражённые. Однако, они не могут передавать вирус при укусах и царапинах. Такие мутанты выходят охотиться только по ночам, в дневное время, предпочитая скрываться в местах, куда не попадает свет солнца. Чёрт. У нас осталось две консервы. Тебе ещё нельзя вставать, а то швы могут разойтись. Поэтому я пройдусь по округе и поищу нам что-нибудь поесть. Не знаю, хорошая это идея или нет. Хоть сейчас и светло на улице, Кликун своими криками созвал всех ходоков, что были поблизости. Ну, выбора у нас особого нет. Без еды мы точно не протянем. Я постараюсь пройти аккуратно, чтобы меня не заметили. На крайний случай воспользуюсь пистолетом, если это понадобится. Возьми у меня в портфеле глушитель. Стрелять без него на улице самоубийство. Тебя услышат все ходоки. Главное запомни, возвращайся до того, как стемнеет. И... удачи тебе. Спасибо, Прэнсис. Ну вот так-то будет намного лучше. Глушитель отличная штука. Прэнсис, огромное спасибо. Я постараюсь разобраться с этим как можно быстрее и... Вернуться. Фух, хотя бы на пару дней отвлекся от всего этого хаоса. И сейчас придется снова в него возвращаться. Ладно. Буду надеяться, что эти твари действительно выходят на улицы только ночью. А днем меня ждет встреча разве что только с обычными инфицированными. Черт побери, когда они вообще стали обычными? Да, быстро привыкаешь к новому миру. Так, хорошо. Ну-ка, что у нас тут? Вот же ж черт! Да, они здесь. Все, пора бы отсюда сваливать быстрее! Я так и думал, что эти твари сбегутся на крики этого... К... Кликуна или как его там? Да, по-моему, кликун. Офигеть просто. Оказывается, еще и другие люди есть. Он говорил что-то про лагерь и... На самом деле, это очень сильно успокаивает. Черт побери, сколько же вы здесь, твари? Идите нафиг! Все, вперед! Так, теперь остается подумать, где можно поискать припасы. А разве что можно проехать по домам, которые находятся рядом. Я знаю здесь одно местечко. Можно будет посмотреть в первую очередь его. Хотя, наверняка там дохрена этих тварей и... Припасов не думаю, что будет очень прям много. Ну да, здесь у меня вряд ли получится хоть что-то отыскать. Мусорки давно уже протухли. Ох, ужасный запах здесь, конечно. А внутрь домов я даже не вижу смысла заходить. Не очень-то и обеспеченные люди здесь жили. Возможно, им в обычной той жизни не хватало провизии. Не говоря уже о том, что произошло после начала эпидемии. Ладно, окей. А хотя... Кстати... Есть небольшая идея. Можно попробовать проехать в магазин, который находится рядом с моим домом. Тут как раз недалеко ехать, да? Так и сделаю, пожалуй. Заодно и посмотрю, как там моя деревня. Есть предвкушение, что там все еще хуже. Кажется, после того, как этот кликон увидел меня и устроил этот визг, инфицированные сбежались во все районы, которые находятся рядом. Их даже столько в городе не было. Черт побери, а. Интересно, а если инфицированные ходят по указам этих кликунов? Точнее, по тем точкам и позициям, которые они для них отмечают своим криком. Да, интересная, конечно, теория, но... Будем надеяться, что это не так. Не хочу, чтобы эти твари еще были разумными. Так, ладно. Несколько минут на то, чтобы осмотреть магазин и... Все, пора отсюда быстрее сваливать. Хорошо, здесь полки выглядят достаточно наполненными. Думаю, этих припасов должно будет хватить для того, чтобы пережить еще несколько дней. Да, хорошо. Просто дофига припасов. Так, остается только посмотреть, сколько точно получилось найти. 8 консервов и 5 бутылок с водой. Просто шикарно. Да, с таким хабаром уже даже и возвращаться не страшно. Все, можно обратно. Эти твари прям подходят ко мне. Чуют же за несколько метров или километров даже быть может. Окей, вперед. А может быть... Заехать в дом? Ох... Не знаю даже. Какое-то странное сейчас чувство в груди. Может, ностальгия или что-то в этом роде. Хочу забрать канистру с бензином. Только эта тварь помешает мне. Так, ладно. Иди сюда. Давай, давай, давай. Выходи на меня. Черт, я еще и стрелок-то не самый лучший. Блин. Получи. Все. Проваливайте. Ты тоже хочешь? Иди отсюда. Так. Канистра. Все отлично. Теперь можно еще будет и подзаправиться. Все. Вперед. Да, пожалуй, заеду домой. Посмотрю, как там. Обстановочка. Хотя... Че я вообще хочу там увидеть, а? Окей. Была не была. Так. Немного пройдусь. По-моему, прогнило еще больше. Мда. Не менял на стил я уже долго. Наверняка внутри... Все затопило. Но проводку точно уничтожило. Ничего не работает. Света просто нет. А может быть, его и... Попросту отключили. Ах, ладно. Интересно, как там вообще Майки сейчас? Если он, конечно... Черт, жив. Надеюсь, что да. Ладно. Хорошо. Пора бы отсюда уезжать. Так. Проверю еще одно место на всякий. Вроде ничего. Да. Тогда точно пора возвращаться к Фрэнсису. Черт. Опять меня, что ли, выследили? Идите отсюда. Нахрен. Вот так. Ты тоже, блин, подойти хочешь? Все хорошо. Так, посмотрим, что у вас там. Это мне все пригодится. Точно пригодится. Уже больше, чем вам. И у тебя тоже, дружище. Ну, хотя бы чем-то вы можете быть полезны. Все. Вперед. Обратно к убежищу. Даже поезд, блин, остановился. Хотя вот так подумай, а. Если есть электричество, просто едь вперед и не останавливайся. Чтобы эти твари не смогли зайти на борт твоего, скажем так, корабля. Я бы, наверное, сделал так, если бы в этот момент находился в поезде. Просто гнал бы, пока он не остановится, а. Куда-нибудь далеко-далеко. Хотя в нашем случае можно было бы кататься только по периметру острова. Ну, ничего страшного. Так бы, скорее всего, и сделал. Хох, первое успешно выполненное задание. Если у Фрэниса сейчас затянутся раны в ближайшие дни, то можно будет отправляться с карантинной зоны. Хотя этих припасов нам хватило бы даже на неделю. Ну, я думаю, ему нужно примерно еще 2-3 дня. А после этого все. Будем уезжать. Да. Как раз, кстати, возвращаюсь под вечер. Теперь нужно следить за временем, так как не следил за ним никогда. Ну, ничего. Буду привыкать. Теперь, если, оказывается, здесь еще есть люди, то даже смысл жить появился вроде какой-то. Ладно, хорошо, не буду загадывать на будущее. Фиг его знает, что еще произойдет. Да, как раз, кстати, и начинает темнеть. Все, вперед. Пройду также через магазин. Ах, ты ж тварь, а! Решил меня подстеречь, да, за машиной? Молодец, блин. Вот такие вот ловушки надо замечать заранее. А если бы он сейчас на меня вылетел из-за угла, то все, мне бы точно был кирдык. Так, вперед. Эх, эта тварь же заметит, да, куда я зайду? Лучше ее тоже уничтожить. Все отлично. Кстати, можно было бы обыскать военных. Я об этом даже не подумал. У них наверняка можно отыскать что-нибудь полезное. Хотя пушек я рядом с ними не вижу. Интересно, куда пушки делись? Есть лишь одно объяснение этому. Забрали люди. Кому еще могут понадобиться пушки во время конца света? Ну, точно не этим зараженным тварям. Не думаю, что они научились пользоваться оружием. Так, ладно, хорошо. Еще чуточку припасов. Все. Теперь точно пора возвращаться. Уже достаточно сильно стемнело. Не хочу снова нарваться на эту тварь. Если она увидит этот проход через магазин и будет стеречь его, то выход будет забаррикадирован. Но, во всяком случае, ночью точно. Эй, Фрэнсис! Ну что, дружище, я отыскал припасы. Можешь выдохнуть? Теперь мы с тобой протянем еще несколько дней. Я думаю, тебе этого хватит для того, чтобы восстановиться. Ну а вам, ребята. Несколько дней хватит на то, чтобы собрать нужные 15 тысяч лайков. Для того, чтобы я выпустил следующую серию. Прямо сейчас проверь, стоит ли у тебя лайкос. И если ты слушаешь это обращение в конце, напиши в комментариях о том, что ты досмотрел ролик до конца. Ты не представляешь, насколько мне важно и насколько я тебе благодарен за то, что ты досмотрел сейчас весь этот видос от первой секунды и до последней. И я хочу знать тебя в лицо. Просто твой ник, твою картинку запомнит тебя. Напиши в комментах, что ты досмотрел видосик до конца. Я тебе поставлю лайкос. Ну, постараюсь всем поставить. Возможно, всем не получится. Но, ребята, буду стараться. Также не забывайте подписываться на канал, те, кто еще не подписан. Я надеюсь, что этот видосик вам понравился. Обязательно буду ждать вас уже на следующем. А это произойдет завтра, ведь видосики здесь выходят каждый день. Поэтому не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать. Ну что ж, призраки, я желаю вам всем удачи. И, конечно же, до скорых-скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока.